Всем привет! Это второй выпуск рубрики «Разбираем дуден», в которой мы обсуждаем лексику немецкого языка с опорой на самый авторитетный и самый удобный в использовании словарь «дуден». Заглавное слово «das Brot» – указанная часть речи, «die Wortart» – «substantiv», то есть существительное, «род» – «neutrum» – средний род, и частотность, то есть частота встречаемости слова в виде шкалы, где 5 – максимальное значение, а 1 – минимальное. Здесь три, то есть в соответствии с разъяснениями, которые предлагает словарь, это слово является одним из 10 тысяч самых распространенных слов в корпусе словаря, за исключением первой тысячи. Раздел первый. Правописание. «Rechtschreibung», «Wordtrenung» – деление слова на слоги, «Bot» – один корень, одна основа, один слог, никаких особых пометок в данном случае нет. Раздел второй. «Bedeutungen», то есть определение лексического значения или значений слова. В данном случае мы видим, что у «Bot» два значения, а первое значение еще разделено на три подпункта. Все значения даны с примерами контекста. Давайте посмотрим. А. Из Mehl, Wasser, Salz и Сaureteig или Hefe, durch Backen hergestellteig backware, die als Grundnahrungsmittel gilt. Либо булочные изделия, изготовленные из муки, воды, соли и закваски или дрожжей путем выпечки, относящиеся к базовым продуктам питания. Форматическая информация. Ohne plural. То есть в этом значении у слова Brot отсутствует множественное число. Возьмем для иллюстрации что-нибудь из данных примеров. Helles dunkles Brot bevor zugen. Предпочитать светлый, темный хлеб. Подразумевается, конечно, не одно изделие, а целый класс самых разнообразных хлебобулочных изделий. Таким образом, в русском языке в данном значении у хлеба нет множественного числа. Давайте посмотрим на другие примеры. Рисches, durchgebackenes Brot. Свежий, испеченный хлеб. Ein Stück Brot. Кусок хлеба. Brot backen, essen. Выпекать хлеб, есть хлеб. Etwas so nötig haben, wie das tägliche Brot. Das heißt, sehr nötig haben. В фразеологизм что-то крайне необходимо, как ежедневный хлеб. Например, Hoffnung und Liebe haben die Menschen so nötig, wie das tägliche Brot. Дальше идут устойчивые обороты. Поговорки, пословицы. Flüssiges Brот. Унгаспрахlich, шерцов, пия. Жидкий хлеб. Разговор на шутливое пиво. Жидкий хлеб. Наверняка есть и твердый хлеб. Сухарь. Совершенно верно. Гетрохнетес Брот. Звибак. Другим выражением. Брот и спиле. Хлеба из релищ. Мер кюннен, ас Брот эссен. Унгаспрахlich, тюшти sein, этвас кюннен. Уметь больше, чем просто ес леб. В разговорной речи быть умелым, мочь что-то сделать. А пример контекста. То есть, если ты хочешь принять участие в проекте, ты должен что-то уметь делать. Следующий устойчивый оборот. То есть, за кусок хлеба. Очень дешево, слишком дешево продавать что-то за кусок хлеба, то есть за копейки. Перейдем к второму подпункту первого значения. Einzelne Leib. Одна буханка хлеба. И в этом значении у существительного Brot уже есть множественное число. Пример. Zwei Brote kaufen. Пить две буханки хлеба. Третий подпункт первого значения. Vom Brot Leib abgeschintene Scheibe. Отрезанный ломтик хлеба. А, шайбу, шайбу. Так, оказывается, все есть просят. Да, по ломтику хлеба. Brote machen. Делать бутерброды. Brote aufs Brot streichen. Schmieren. Мазать хлеб маслом. А чем эти глаголы отличаются? В принципе, одно и то же. Глагол передает, что происходит. На хлеб попадает масло. Первый глагол чуть более нейтральный, но, по моему мнению, если вы хотите передать ощущение, что процесс выполняется чуть более небрежно, может быть чуть в торопях, используйте schmieren. Переходим к второму значению слова хлеб. Lebensunterhalt. Средства к существованию. Заработок. Даны альтернативные варианты. Трудно. Тяжело. Устойчивые обороты. Поговорки. Пословица. Ein hartes, schweres Brot. Schwere Arbeit. Mühe volle Geld erwerb. Тяжелый хлеб. Тяжелая работа. Хлопотное зарабатывание денег. Überall sein Brot finden. Пометка Gehoben. Находить свой хлеб повсюду. То есть быть умелым везде найти средства к существованию. Здесь также можно вспомнить устойчивое выражение, вошедшее в язык из текста Библии, переведенное Лютером на немецкий. Je mendersteglich Brot sein. То есть быть чьей-то постоянной задачей или долгом. Например, unterrichten ist mein täglich Brot. Что-то ты улеглась. Точно. Следующий раздел. Синонимы, das Brot, wo er, различных значениях. Если исходное ключевое слово имеет более одного значения, синонимы разбиваются в соответствующем порядке. Следующий раздел. Происхождение. Даны средневерхненемецкое и древневерхненемецкое слово, исконно по значению, спраженное, пивоварение. Следующий раздел. Грамматический разбор слова. Приводится склонение во всех падежах единственного и множественного числа. Далее раздел. Fusten die schon. Знали ли вы, что? Указано, к какому уровню языкового владения по критериям экзамена на сертификат Гёте-института слово относится. В данном случае D1. Это уже третий уровень после А1 и А2. То есть, несмотря на кажущуюся простоту, вы не обязаны знать это слово на начальном уровне. При нажатии на значок громкоговорителя можно услышать, как произносится слово, что мы только что и сделали. Облако слов. Визуальное представление типичных слов с данным ключевым словом, сконизированное компьютером. В данном случае глаголы прилагательные, существительные. И снова неожиданность. Что, жидкий хлеб? Нет, я не про пиво и даже не про вино. Посмотри, тюльпа слева. Причем тут тюльпан и хлеб. Это что-то про 8 марта? Дорогой, сходи в магазин. Да нет же. Это хлеб и тюльпан. Фильм Сильва Шальди. Странно, не видела. Может быть, посмотрим? Конечно, давай только выпуск сперва закончим. Хорошо. Замыкает статью «Навигационное поле». Ссылки для перехода на предшествующие или последующие словарные статьи в алфавитном порядке. Пошли смотреть быстро.